Ну, щенки, а, мы фотолку видим, да? А вот вы видите, у меня короче, сейчас, у меня вот тут кактусы, вот, и can't touch this. Всем привет, мы не сестры, нам 16 лет, и мы же в Москве. И сегодня мы снимаем очень полезное для многих видео, чем заняться летом, когда ты один. Потому что какое бы видео мы ни открыли, это устрой вечеринку с друзьями, сходи на пикник. А что делать, если ты остался один, тебе просто нечем заняться. На своем опыте расскажем. Поехали, у нас есть 10 пунктов. Ну и первый пункт, это заняться своей фигурой, потому что, конечно, похудеть к лету, это очень классно, но летом это сделать гораздо проще, потому что свежий воздух, вы можете когда угодно выходить бегать и так далее. И также, несомненный плюс, это то, что летом вам намного меньше хочется какой-то вредной еды, жареной. Больше хочется фруктов, овощей, я думаю, что почти у всех так, по крайней мере у меня, а у тебя, Лена? Нет, в принципе, то, что летом начинают появляться вкусные ягоды. Да, потому что зимой, даже если их хочется, они все какие-то безвкусные, непонятные. Вот, напичканы нитратами. В общем, лето это отличный повод для того, чтобы измениться до неузнаваемости, чтобы вы пришли в школу, и ваши одноклассники просто упали в оморок и не узнали вас. Так что, все в ваших руках. Второй пункт, это, конечно же, творчество, всякое рукоделие. Ну, к примеру, начать вести ЛД, личный дневник, если вы, например, не ведете. Довольно интересное занятие, записывать ваши эмоции, рассказывать, куда вы там съездили и так далее. Ну, а если вам действительно очень скучно живется, можете завести скетчбук, научиться рисовать, вести творческий блокнот и заняться скрамбукингом. Ну, а если вы больше рукодельничаете, то, пожалуйста, можете заняться вышивкой, вязанием, претением всяких браслетов, фенечек и так далее. В общем, идей очень много, так что вы, опять же, можете зайти в интернет, посмотреть, что люди делают, начать повторять и начать учиться, учиться, еще раз учиться. У вас времени много. Давайте, дерзайте, вперед. Третий пункт, это, конечно же, сериалы и книги. Фильмы мы не стали включать, потому что это что-то быстрое, они занимают мало времени. Сериалов также очень много, очень много интересных. Мы вам советуем «Очень странные дела», «Шерлок», «Ривердейл». «Ривердейл» особенно, там очень много серий. Ну и также вы можете читать книги, конечно, это больше по увлечениям, потому что кто-то их вообще не переваривает, кто-то, наоборот, их очень любит. Опять же, что сериалов, что книг очень много, также не забывайте все-таки про фильмы. Почему бы не скоротать вечерок за просмотром какого-нибудь сериальчика? Кстати, если вы не знаете, какой фильм посмотреть, то у нас есть отдельный видеоролик. Вот тут вот, заходите, там мы сделали очень классную подборочку 10 фильмов для подростков. Четвертый пункт, это научиться готовить. Вот вы научитесь готовить и можете спокойно сделать какой-нибудь приятный сюрприз мамам, братьям, сестрам. На день рождения торт приготовить. Приготовить тортики, вкусные печеньки. У вас здесь очень много времени. В интернете есть уйма рецептов, так что берите любое, учитесь готовить. Вы можете порадовать себя и близких. Вкусным обедом или десертом. Пятый пункт, это учеба. И нет, не спешите выключать видео, потому что, во-первых, без какой-то умственной нагрузки вам просто будет тяжело потом включаться в сентябре в школьную жизнь. Вы можете просто заняться чем-то по своим увлечениям. Например, вы можете выучить новый язык или наоборот, потянуть английский или другой, который вы учили в школе. Заняться тем, чем вам интересно или очень полезный лайфхак для старшеклассников. Можете просто зайти на сайт решу.г или решу.ег и от нечего делать решить какой-нибудь вариантик по предмету, который вы собираетесь давать. Это не займет у вас много каких-то сил, потому что вы просто будете делать это, ну, по лайту, не на оценку. Но в будущем это вам, я думаю, очень поможет, если вы будете регулярно это делать. Что? Аквапарк? Ну и вот, вы сидите дома, и у вас нет возможности, к сожалению, поехать на море, то, пожалуйста, для этого люди придумали аквапарк, и почему бы не сходить сесть с семьей или с друзьями? Ну, у вас нет друзей, но вы можете с семьей, я же сказала, с семьей. Да, с семьей, ну или один, че уж там. Почему бы и нет? Найдете там друзей, значит. Ну, а если вы сидите в какой-нибудь глубинке или деревне, то у вас есть под рукой речка, я более чем уверена. Блин, зачем? Комменты по-любому напишут. Можете спокойно искупаться в речке или в озере. В общем, альтернатив морю куча. Седьмой пункт также связан с активностью. Вы можете взять велосипед на прокат. Не знаем, как в других городах, но, по крайней мере, в Москве их очень много, велосипедов вот этих ВТБ, по крайней мере, у нас рядом с домом целых два пункта с ними. В Москве их очень много, в других городах, я уверена, тоже каких-то таких штук подобных. Тоже активность, ветерочек вас будет обдувать. Можете включить себе музыку какую-нибудь в наушниках и спокойно кататься по городу. Восьмой пункт, это, конечно же, уборка. Думаю, в каждом доме есть место, где необходима уборка. Берете просто самый запылившийся шкаф, разбираете там вещи, размусориваете, все. Главное делать это под муску, чтобы вам не надоело, просто и не было скучно. Ничего себе. Но также, помимо уборки, вы можете спокойно взять и сделать себе перестановку, потому что это что-то новенькое, и у вас, мне кажется, после всяких перестановок появляется некое вдохновение творить. Возможно. Да. Если нет, то можно просто вытереть пыль. Да, почему нет? Влажная уборочка никогда не помешает. Попшикать растения, полить тоже. Ну, девятый пункт, это, конечно же, работа. Если вам нечего делать, почему бы не провести это время с пользой? Если вы можете найти какую-никакую подработку, то можете найти уже какую-никакую подработку. Что такое? Чего себе. Шок. Если вы старше хотя бы 14, то можете найти какую-никакую подработку. Но если... Все. Но если вы младше, то, я думаю, все равно можно найти способы, как подзаработать, потому что, допустим, я продавала изделия, которые делала своими руками, те же, там, браслеты и так далее. В принципе, также вы можете у родителей спросить, посоветоваться с ними. Когда-то я помогала маме по работе, ездила с ней, и она мне за это платила. Так что способов очень много. Также заработок в интернете. Можете делать какие-нибудь, не знаю, обложки для видео, там, аннеры какие-нибудь, я не знаю. Там, в принципе, всем без разницы на ваш возраст вообще. Да, лето это хороший повод для того, чтобы заработать, потому что у вас много свободного времени. Заработать, поедете все-таки на море, нежели в речку купаться. Ну и последний, десятый пункт. Мы оставили самое вкусненькое, самое сладенькое на десерт. Это, конечно же, всякие разнообразные кафешки. Почему бы и нет? В общем, города Миренки, думаю, там безумное количество всяких разных кафе, которые вы не посетили. Поэтому дерзайте, ездите, не бойтесь. Мне кажется, меню везде разное. Так как, думаю, все любят покушать, то, да, любим. Если нет, то следующее, если предыдущим. У них Себастя Камила завертела там. Думаю, все равно будете обедать, ужинать, поэтому почему бы вам просто не поехать в другое совершенно новое место и попробовать там вкусненькую еду. Если у вас, конечно же, есть на это средства. Но если их нет, то, пожалуйста, следуйте предыдущему пункту, который рассказала Камила, девятому, хороший пункт. У вас появится кэш. Про кафешки говорим, а про всякие музеи и так далее, нет? Ой, забыли. Одиннадцатый пункт, в общем, музеи, это все. Культуризовываться. В общем, мы подкинули вам 10 идей, чем заняться летом, если вы сидите один в городе. Если вам скучно, нечем заняться, друзья разъехались, то проведите это время с пользой. Не надо просто сидеть в интернете, зрение всяким ютубчиком и так далее. Нет, это, конечно, тоже очень классно, но все же нужно какое-то разнообразие. Как-никак, это целых три месяца. Маша, 20 лет. Понятно. Видали, как быстро сидели? Ну, Маша! Здесь пополесосит. Все. И в магазин. Это какой там пункт? Я сказал. Ш-ш-ш. А, ну, надеюсь, мы вас смотивировали. Да, надеемся, вам это видео было очень полезным. Старайтесь для вас. Пишите в комментариях, поедете ли вы куда-то этим летом. Пишите куда. Или же, если вы будете сидеть в городе, то потом отпишитесь, были ли полезны ваши советы. Да. А еще пишите в комментариях, какие видео вы хотите видеть на нашем канале. Идейки подкидывайте, там они очень важны. Это было все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, жмякайте на колокольчик. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok